Есть имбиря. Камали, смотри, вон он. Крупненький хочешь? Ой, я вижу, знаешь, что я вижу очень красивый, для того, чтобы нам было легче нарезать. Давай его, да? Достаточно будет? Вполне достаточно, нам буквально чуть-чуть. Всё здесь? Давай перец ещё чили. А-а-а! Скажи. Любишь? Очень. Существует несколько сортов перца чили. Знаете, красный перец острее зелёного. А ещё очень важен размер стручка. Жгучий острый перец меньше и тоньше. Слушай, по-моему, это будет такой ядрёный. Берём? Берём, берём. Обязательно. Что на месте? Здесь есть на месте, вот наши креветочки. Идём? Идём. Пойдём. Дорогие друзья, не часто увидишь самую настоящую миссис мира, вот так, сидящую на кухне, готовящую еду для своих гостей. Но, дорогая королева, я вынужден быть принципиальным ведущим, и поэтому три часа на приготовление, и, к сожалению, ни секунды больше. Пожалуйста, прошу вас установить будильник. Время пошло. С какого блюда мы начнём приготовление твоего званого королевского ужина? Мы начнём приготовление с десерта. И называется крем-карамель по-восточному. Собственно, я догадывался, что этим всё закончится, что какая-то восточная сладость. Ой, это вообще вкуснятина. Я тоже бывал на Востоке. Мне очень нравятся восточные сладости, потому что в них есть какая-то загадка, таинственность. Восточные сладости – это слабость любого уважающего себя мужчины. Скажи, пожалуйста, когда крем-карамель готовят на Востоке, обычно какие продукты используют? Сахар, вода, малина, мята, смородина, ванилин, яйца, сгущённое молоко, цельное молоко и сливки. Начнём. Давай начнём с приготовления карамели. У нас есть сахар, и нам нужно смешать воду с сахаром. Давай. Совсем немного, потому что... Чтобы вода, я смотрю, только покрыла сахаром. Только чуть-чуть должна она покрыть, хорошо впитаться. Так, вот она уже хорошо. И вот она уже растаяла. И вот она уже растаяла. Но нам нужно сейчас поставить это всё на плиту. И ты мне поможешь, потому что нужно будет её постоянно помешивать, чтобы она не пригорела. Ну что, пока карамель готовится, я буду тщательно следить, чем займёмся. Сейчас разобьём яйца в ёмкость. Я восточные сладости очень люблю, но употребляю их, так сказать, ровно один раз, ну, как бы в неделю. Теперь нам нужно буквально две щепотки ванилина. Две-три вот так вот, не больше. Иначе будет горчить. Теперь мы начинаем взбивать миксером. Сначала на маленьких оборотах и по часовой стрелке. Чем лучше собьётся, тем десерт будет более пышным, более таким мягким. Ты можешь вращать по часовой стрелке, а я тазик против часовой. Посмотри. Это мы всё для ускорения, для ускорения. Две руки, хорошо, четыре лучше. Так. Смотри, как хорошо сбились яйца. Да, прекрасно. А теперь ты должен взять сгущённое молоко и потихонечку влить прямо сюда. Вливай, вливай, давай. Всё, вливаем? Вливай по чуть-чуть, а я мешаю, я мешаю, мешаю. Саш, я сейчас сбавляю обороты, а ты вливаешь сюда молоко. По чуть-чуть. Всё? Да, всё. Крем карамели, не знаю, вот по-восточному, но в Италии у нас это подаётся, как нечто такое студенистое, белое такое, молочное, жёлтого цвета. Я, к сожалению, его никогда не заказываю. У меня какой-то сам вот вид этого желе на меня не производит впечатления. Как поживает сейчас твоя яично-молочная смесь? Практически готова. Мне, по-моему, кажется, что подпахивает карамель. Дай бог, чтобы мы её с тобой не... О, вытаскивай. Вот, она готова, слушай. Да, держи. Ох, и непростое это дело – готовить восточные сладости. Не прекращая взбивать яйца с молоком, нужно успеть перелить горячую карамель в противень и, пока не застыло, обмазать ею дно и стенки. А теперь давай прям вот так вот. Выливай, выливай, не бойся. Тише, 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 тише. Да не бойся, я там уже зубы съела. Что мы с тобой наделали? Так вот и я тебе о том же. Ну ты знаешь, ну не всё бывает без происшествий. Ничего страшного, давай. Всё. А теперь, пока вот это вот всё, вся масса не упала, мы быструю в разогретую печку ставим. Какая температура должна быть у духовки? Духовка должна быть разогрета где-то до 180-200 градусов и на полчаса. Пока будет выпекаться десерт, чем займёмся? Займёмся закуской. Карачи шримс, овощная икра с тостами. Мне абсолютно ничего не говорит это название. Такое название мне говорит только Востоке. А что именно там, я даже не могу предположить. Карачи из столицы Пакистана, шримс это креветки. Поэтому по логике получается, что это креветки по-пакистански. Сочетание креветки и овощной икры для меня абсолютно сочетаемая вещь. Потому что с креветкой, если она хорошо приготовлена, сочетается всё. Скажи, пожалуйста, из каких таких российских продуктов мы будем сейчас с тобой готовить это пакистанское блюдо? Чёрный хлеб, репчатый лук, кинза, чеснок, помидоры, болгарский перец, перец чили, смесь пакистанских трав, кари, кориандр, куркума и смесь перцев, соль, кунжут, тигровые креветки, гранатовый соус и листья зелёного салата. Теперь скажи, может быть, что там порезать нужно? Я тебя очень попрошу, знаешь, порезать лук, чеснок и кинзу. Но я от лука очень сильно плачу. Хорошо, как резать лук? Можешь полукольцами, я думаю, что полукольцами будет быстрее жариться. А я помидорчики, болгарский перец и перец чили. Я знаю о том, что овощная икра делается, ну, по крайней мере, мои познания говорят о том, что она делается только из двух видов овощей. Это баклажаны или кабачки. Ой, очень жалко, я, наверное, всё-таки уйду голодным. Не ем овощную икру, к сожалению. Камалья, ну, надеюсь, не будет некорректно выглядеть мой вопрос. Ты же всё-таки миссис. Скажи, пожалуйста, где твой супруг? У него такая работа, что он разъезжает по всему миру. Ну, в данный момент я его оставила ради вашей передачи ненадолго в Украине. На самом деле мы познакомились с ним тоже в Украине на деловой встрече. Меня пригласили как раз по концерту. Было очень много разных мужчин, все бизнесмены. Упросили меня спеть, но я спела. Ну, всё, он встал на колени, поцеловал мою руку и сказал, что с этих пор я ваш поклонник. А потом начались ухаживания такие, что там вообще звонки, приезды. И он буквально приехал через три дня, даже через два дня после концерта и сделал мне предложение. Но я сразу же почувствовала, что это что-то моё. Что это действительно моё. Потому что до этого таких подобных чувств я не испытывала. В общем, слушай, у тебя настоящая, сказочная королевская жизнь получается. А вот тут возвращаю тебя на землю. Что у тебя происходит с перцем? У меня уже всё порезано. И помидоры, и перец. И я вот тоже всё нарезал. Что мы со всем этим делаем с тобой? Теперь мы это всё тушим. Я понял. Жарим. Мы идём к плите. Правильно. Пойдём. Это блюдо мне уже нравится. То есть для меня оно приемлемо. Это овощное блюдо. И я думаю, что это будет баклажановая икра, наверное, кабачки всё вместе. И выпеченные вафельные такие тосты. Сначала мы пассируем лук. Сейчас он будет стреляться, потому что сковородка уже разогретая. На второй сковородке делаем тост. Обжариваем чёрный хлеб без добавления масла. В третью сковороду, прямо в кипящее масло, забрасываем чеснок. И как только он подрумянился, добавляем клеветки. Тем временем репчатый лук у нас уже поджарился. Можно добавить уже чесночка. Я просто боюсь немного перебавить, потому что чеснок – это дело пикантное. А далее к луку и чесноку отправляем перец. Сначала болгарский, а затем и чили. На самом деле в восточных странах очень любят острые такие продукты, блюда. Я, честно говоря, уже привыкла. Накрываем крышкой. А теперь пора вытаскивать, по-моему, креветки, потому что они будут жёсткие. Они у нас пока остынут. Креветка – это такой продукт, который очень легко испортить. Она имеет настолько нежное мясо, которое податливо любому привкусу и сразу, в общем-то, заберёт в себя всё плохое. А вот хорошего добавить туда, так сказать, это искусство повара. Перец немножко притомился. Давай добавим сейчас приправы. Берём смесь пакистанских трав с карри, кориандром, куркумой и несколькими видами перца. Тщательно перемешиваем овощи и добавляем к ним помидоры. Слегка подсаливаем и, продолжая помешивать, тушим на медленном огне. До какой степени готовности или сколько по времени это всё дело должно тушиться у нас?